Российская Академия наук Российский государственный гуманитарный университет с самого своего начала, с самого своего рождения формировался как университет, очень тесно связанный с академией наук и вообще развивающий активно сетевое взаимодействие с крупными российскими университетами, как центральными, так и региональными. В Российском государственном гуманитарном университете опорными конструкциями всего являются научно-педагогические школы. Именно через них реализуется эта священная связь учителя и ученика. Именно через них наши студенты посвящаются в науку. Через них осуществляется передача методологий. 2023 год был очень плодотворным для наших ученых. Было опубликовано 5000 статей, которые фиксируются в системе РИНС. 1500 статей, которые фиксируются в ВАКовских журналах. Более 600 статей, которые вошли в международные цитируемые базы данных. И это очень серьезный, очень важный результат. По рейтингу РИНС, по номинации гуманитарной науки, РГГУ занял третье место по количеству, качеству и цитируемости научных исследований после Санкт-Петербургского университета и Московского университета. Действительно, у нас 22 журнала, из них 12 в перечне ВАК, 6, которые в Скопусе и в Эбовсансе. Внедрена система оценки эффективности научных публикаций, научных журналов. И открываются новые, очень яркие, интересные журналы. В этом году был открыт журнал «Подлинник», в этом году был открыт журнал «Студенческий» силами самих студентов, методы и практика и многие другие очень интересные начинания. За этот год увеличилось финансирование научных исследований в университете, благодаря тому, что были привлечены гранты Российского научного общества и Российского фонда фундаментальных исследований. В 2022 году мы можем говорить о том, что финансирование по грантам составляло 86 миллионов, а в 2023 году уже 96 миллионов. Для гуманитарных исследований это серьёзный результат. Получено 14 новых грантов Российского научного фонда. Мы ещё подали 22 заявки на 2024 год. В этом году в РГГ также были открыты новые учебно-научные центры, как Высшая политическая школа имени Ивана Ильина и Центр истории российской науки и научно-технологического развития. Но одно из самых важных достижений 2023 года – это стало развитие инфраструктуры диссертационных советов в университете. И здесь их количество увеличилось почти в два раза – с 5 до 12. Созданы новые советы по филологическим наукам, по политическим наукам, по культурологии, по искусствоведению, по экономическим наукам. Ну и сами преподаватели РГГУ за этот год защитили очень успешно 13 диссертаций, из них 5 докторских и 8 кандидатских. Университет ведь не только занимается фундаментальными научными исследованиями, но очень активно развивает социальную миссию, то, что называется гражданской наукой, когда гуманитарные фундаментальные исследования используются, внедряются в практику социальных проектов, общественно значимых проектов, служащих устойчивому развитию нашего государства и его процветанию. Университет наряду с образовательной и научной деятельностью реализовал в этом году крупных общественно значимых проектов на общую сумму 600 миллионов. Кроме того, мы можем говорить о том, что очень серьезно расширяются международные контакты, международные научные контакты нашего университета. Открыт центр Бразилии при содействии правительства Бразилии. И здесь вместе с такими крупными университетами, как Федеральный университет в Рио-де-Жанейро, Университет Сан-Пауло, Университет Флуминенсе, вот с этими мощными бразильскими университетами у нас намечены очень серьезные и интересные программы и научного, и образовательного развития. И это еще не все. Дело в том, что у нас серьезно очень развивается африканская программа. У нас обучались студенты из Судана по программе изучения русского языка в рамках летнего университета, сетевого российско-африканского университета. На Конгрессе молодых ученых российские исследователи представили очень важный проект по развитию науки и техники, по советскому опыту научного планирования и инфраструктуре. Евгения Андреевна Долгова, наш молодой, уже и очень признанный авторитетный ученый, получила за эти достижения премию правительства Москвы. Очень много задач стоит перед нашими научными коллективами в 2024 году. И мы планируем гуманитарное чтение посвятить всестороннему исследованию и продвижению научно-педагогических школ, потому что только через них реализуется гуманитарное знание и формируется научное сообщество в нашей стране. Ну и, конечно, есть очень важное поручение для нашего университета. Встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус» в рамках третьего конгресса молодых ученых привела к важной очень инициативе, поддержанной нашим президентом. Инициативе РГГУ о проведении первой международной научной конференции «Россия. Государство цивилизации в системе новых геополитических координат». Эта конференция в содружестве с Мариупольским университетом, университетами на новых территориях, чеченскими университетами, вместе с российскими университетами будет реализовано РГГУ в этом году, в 2024 году. Дорогие коллеги, еще раз сердечно поздравляю вас с праздником российской науки. Российская наука – флагман мировых достижений. И РГГУ, как гуманитарный университет, вносит свой вклад в развитие и преобразование, и преображение гуманитарного знания в нашей стране. Поздравляю вас!